Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. В эфире программы «Жизнь и бизнес, основанные на ценностях». Сегодня мы поговорим вообще про тему человека и искусственного интеллекта. Вообще тема, казалось бы, необычная, и спикер у нас прекрасный, необычный. Владимир Пирожков. Владимир, доброе утро. Здравствуйте. Да, мы не успели с тобой обсудить, как тебя красиво представить. Давай ты сам тогда уже, как тебе больше нравится. Я промышленный дизайнер, и, ну, наверное, это моя официальная должность, директор Центра промышленного прототипирования высокой сложности. Круто. Я был вчера, да, очень красиво. Слушай, с последней нашей встречи пошло, наверное, лет пять. И мы тогда рассказывали, ну, тогда было всё красиво. Тогда ты вот только-только фактически вернулся из зарубежных своих там таких вояжей. Вот ты был такой воодушевлённый, эмоциональный, позитивный. Что за это время удалось? Помимо вот успехов, есть что-то, что действительно удалось создать? Вот этот вот центр, это результат вот этой работы? Давай так. Сначала, ну, в общем, есть мечта. Всегда у людей есть мечта какая-то. И моя мечта – это переход из плоского транспорта в объёмный транспорт. Передвижение не только в плоскости, как мы сейчас любим, но и в пространстве, и во времени. Так как ни странно это звучит. Я транспортник изначально, и я был автодизайнером, дизайнером автомобилей на Западе в хороших компаниях. Когда я вернулся в Россию, я понял, что плоский транспорт здесь, ну, скажем так, не совсем целесообразен, если хочешь сказать. Расстояние? Расстояние. Масштабы. Да, и количество людей не такое большое, поэтому лучше передвигаться в объёме. Вот, а поэтому я начал работу над проектом конвертоплана для передвижения пространства. Старт из точки и финиш в точке, то есть, чтобы не было инфраструктуры аэродронной. И когда у нас не очень получилось, то вот тут как раз я канализировал своё расстройство в создание такого уникального центра прототипирования высокой сложности. Прототипирование – это значит создание прототипов любых… Первое, да, первое изделие функциональное из будущего, то, чего не может быть. Слушай, вообще, вот и тема-то наше сегодня будущее. И для меня, как для человека, который сейчас много работает с компанией, в том числе стратегические сессии у нас она скоро будет, заглянуть в будущее – это вот прям вообще какая-то магия какая-то. Да, я кайф. Как вот, пока вот мы тут начали для разогрева немного. Вот если человек, про себя, да, вот мы же попытаемся в применении к человеку, если человек захочет немного заглянуть в своё будущее, есть какие-то… Ну, не… Формулы. Да, есть какие-то практики, там, не знаю, креативное мышление, что-то такое, что помогает разогнать, а потом что-то увидеть? Есть это наработанные системы, ну, вообще-то это называется футурология, да, но она, как бы, многие относятся скептически к этой науке, но дело в том, что на Западе это давно устоявшаяся практика. Перед тем, как, например, вы инвестируете в строительство завода Toyota в Санкт-Петербурге, вам нужно понять, какую модель автомобиля там производить. Выкладываете там порядка 300 миллионов долларов или больше, соответственно, вам нужно понять, что будет на этой территории через 20-30-50 лет. То есть, какими машинами… Нет, 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 подожди, машины вообще ни при чём. Какая будет религия для начала, да, а потом какие будут дети. Дороги, бензины какие будут. Дороги, бензины, какие будут деньги, будут ли деньги вообще, будет ли война на этой территории, а может быть здесь будет прекрасно далёко, не будь ко мне жестоко, да, и так далее. Поэтому это система аналитики, которой определённые агентства занимаются такими исследованиями. Я в своё время тоже этим занимался на Toyota, и я там работал дизайнером интерьеров. Мне нужно было знать, какие будут цвета, какие будут материалы через 50 лет. Не через 3, а через 50. Соответственно, ну, скажем так, с тех пор прошло 20 лет. И только через 30 лет будут те вещи, которые мы закладывали там. Как ты заглядывал в будущее тогда? Ну, это особые методики. Принимали какие-то особые методики? Нет, нет, есть методики, да, есть методики, но не шары, да, там, энергетические. Это цифры, это, скажем так, экономические прогнозы, это то, как будет развиваться банковская система и так далее. То есть, это аналитика. Это цифры, это не магия. Нет, не магия, это цифры, это математика по большому счёту. Я знаком с Игорем Рыбаковым, и он рассказал мне своё, он говорит, слушай, я когда себе что-то хочу припланировать, я как бы выбираю какое-то условно тихое место, вот эта методика такая, и просто закрываю глаза и представляю максимально фантастическую картину. И пытаюсь там себя как-то вот, ну, поощущать, вот там, почувствовать себя там как-то, и потом как-то заземляюсь там и смотрю, а вот то, что меня окружает, ну, вообще в моей жизни как-то может появиться. И пытаюсь планировать не от того, что у меня сейчас есть, и прийти туда, а наоборот, оттуда прийти сюда. И ты знаешь, говорит, иногда, говорит, вот получается, не всегда, но вот бывают такие моменты озарения. Ну, это правильный, скажем так, правильный путь до такой, дао, если хочешь, да, по-восточному. Но это практиковаться надо постоянно. Да, это надо практиковаться, во-первых. Во-вторых, из будущего приходить в настоящее, это очень полезно, потому что мы не представляем, мы не представляем, насколько всё изменится. И наше ощущение того, что вот сегодня так, как я хочу, да, а вот завтра, например, изменится курс доллара резко, да, и все наши сбережения полетят, как это часто бывает. Было не разно. Да, да, да. Вот, поэтому таких чёрных лебедей может быть очень много, и вообще целая очередь. Коронавирус, вот вы, пожалуйста. Да, коронавирус, пожалуйста. У меня, друзья, логистическая компания, в два раза срезались обороты, вот они сидят, чёрный лебедь, всё, что делать. И не один, да, таких будет много, поэтому чем дальше мы идём в очень стремительное, мы, знаете, вообще в хорошее время живём, потому что мы видели Советский Союз, я родом вообще из СССР, так мощно, да, скажем так. Потом я эмигрировал, потом я вернулся, и сейчас я смотрю вокруг и думаю, ух ты, чего только мы не видели в своей жизни. Вот, лишь бы войны, как говорится, не было. А дальше начнутся изменения очень резкие из-за технологических прорывов, которые сейчас будут. А технологические прорывы связаны в основном с квантовыми технологиями, да, и вычисления будут гораздо более быстрые. А раз они будут гораздо более быстрые, то мы придём к очень удивительным результатам гораздо быстрее, чем мы ожидаем сейчас. То есть, вот эти прогнозы, когда там что-то, помнишь, этого Google фамилия выскочила, который прогнозирует их будущее, что он там говорит, что через 25 лет, через 75 лет будет. Быстрее всё. Всё будет гораздо быстрее. Да, быстрее. И вот этим драйвером сможет стать искусственный интеллект. Обязательно, причём он, понимаете, какая штука, мы не подозреваем, насколько это мощный рывок будет, это будет переход в другое измерение. Это как раз, вот помнишь, ты тогда ещё показывал на первой нашей встрече, что такое технологическое изменение, да? Да. Инновация мощнейшая. То есть, у нас сейчас, ну, грубо говоря, там двигатель внутреннего сгорания такой же, как 200 лет назад, ну, 100 лет назад. Да. То есть, а сейчас будет новое что-то, то есть, вот абсолютно новое. А сейчас будет совсем другое. И самое интересное, что это будет где-то в 45-м году планируется. Но это планируется сейчас. Нет, 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 это планируется только сейчас. А, скорее всего, это будет раньше. Соответственно, мы это увидим, а наши дети будут в этом купаться. И не факт, что это будет приятное купание. Есть риски? Очень много, но есть и, ну, скажем так, есть добро и зло. Надо ли как-то к этому готовиться? Я думаю, что вряд ли мы сможем это сделать. Это будет переход, качественный переход на другой уровень. Я думаю, что очень много будет неготовности, растерянности и паники. Но есть и хорошие новости. Дело в том, что дети, которые сейчас учатся в школах, им не придется, например, пользоваться изучением своего языка. Предположим, они сейчас время тратят на изучение китайского языка. Сейчас это модно, и все родители платят деньги там репетиторам и так далее. Но есть подозрение, что это не пригодится. То есть устранится языковой барьер быстро. Да, это будет решение вавилонского вопроса, скажем так. Так, но мы уже создаем приборы, которые, ну, скажем так, при наличии которого вам не нужно знать языки. Вы просто скажете, можете подумать в Китае, вам подумают обратно. Эти приборы уже существуют. А дальше интересная вещь какая. Скорее всего, вам нужно будет общаться не с человеком, а с кибером. И общение с кибером, вот будущее наших детей. Почему? Потому что цифровые технологии, они настолько быстро влетают в нашу жизнь. И общение с машиной, скажем так, с умной машиной, и, скорее всего, с элементами искусственного интеллекта, это уже наша реальность. Сири и Алиса, это цветочки, да? Сири и Алиса, это только, скажем так, переводчики. Это переводчики. Мозг, это другое будет. И вот как раз подключение к этому мозгу, прямое подключение к этому искусственному мозгу, будет вашим индикатором перехода в элиту любой страны. Получается, что если будут технологии, заменяющие долгий процесс научения, то тогда действительно мы сможем сделать что-то гораздо больше. Ведь мы только 10 лет в школе изучаем вот эти фундаментальные базовые вещи, 5 лет в институте и так далее. Проблема человека, что мы очень медленно обучаемая система. Например, ну, скажем, компьютер постоянно апдейтится там со скоростью там за 3 секунды, он апдейтит, например, себя полностью. ПО обновляется онлайн, как говорится. Это да. Вот ты знаешь, я вспоминаю себя буквально неделю назад, я провел там, знаешь, для руководителей одного из банков курс по менеджменту. И они говорят, слушайте, ну это все такое простое, мы же все это знали. Я говорю, знать и делать, две разные вещи. А вот когда мы попробовали, сделали, вот это и есть процесс научения, внедрение в практику. Есть еще очень важный момент, дело в том, что вы, наверное, замечали, вот, ну, например, мне там определенное количество лет, да, неважно сколько. Когда я был молодой, и у меня, ну, скажем так, я на своей дочке сейчас это вижу, когда у нее сознание совершенно чистое, и вот туда закладываются любые мультики там или какая-нибудь сказка, она это все дело как бы как губка впитывает. До какого-то момента наш мозг впитывает информацию, и мы учимся. А дальше мы это обучение, ну, скажем так, имплементируем в жизнь. И в какой-то момент наша флешка, если хотите, заканчивается, да, заполняется. Вот у вас есть там 100 терабайт памяти, предположим, вы ее заполнили всяким спамом, типа, история Коммунистической партии Советского Союза. Ну, сейчас уже не актуально, но я-то помню все пленумы ЦК КПСС. На тот момент моя губка заполнилась вот этой информацией. Я бы сейчас хотел эти терабайты потратить, например, на обучение цифровым технологиям и общение с кибером, но у меня уже не получается. И у нас нет этой возможности? Мы назад пока не можем вернуть нашу биологическую технологию, скажем так, обновления памяти. То есть, как вам обновить память, чтобы вы все забыли и заново начали учиться, но тогда уже не те процессы. Это уже ты будешь не то, ты будешь другим. Химически не те процессы, да, ты будешь другим. Это называется пере, ну, скажем так, это обнуление личности. Поэтому получается какая штука, что то, что они сейчас себе возьмут на флешку, это будет их багаж на следующие 50 лет, пока они не пойдут к докторам, скажем так, или на 100, в зависимости от того, сколько они будут жить. Соответственно, сейчас ситуация такая, что компьютеры гораздо более мощные становятся, чем мы. А это значит, что обновление ПО у нас все равно время на обучение уходит. Можно общаться с кибером, но нужно иметь мозг, который ориентируется с такой скоростью и прокручивает такое количество бигдата через себя. Мы так не умеем. Мы так не умеем. Поэтому подключение к системам анализа бигдата, это как раз выход на другой уровень. То есть, представьте себе руководителя государства, который прокручивает у себя в голове все цифры по макро- и микроэкономике своей страны. Ну, например, Владимир Владимирович сидит конкретно на каком-нибудь форуме и прямо онлайн шпарит цифрами такими, не из суфлера, а из себя. То есть, он подключен к системе? Он подключен к мегамозгу, если хотите. Мегамозги могут быть, ну, сейчас на данный момент есть несколько компаний в мире, которые мегамозги имеют. Они изначально занимались собиранием мегамозгов. Это их уставной капитал, если хотите. Это было изначально продумано или это случайно, как Амазон вдруг стал хранилищем информации? Нет, 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 это не Амазон. Это другие компании, я не буду называть. То есть, они не рыночные. Их на самом деле три. Соответственно, это порталы в цифру. И это порталы в новые миры. И это не Амазон, это не Гугл, это не вот эти вот дети. Не попса? Нет, не попса вообще. Это тяжелый софт, если хотите так. То есть, есть легкие софты, а есть тяжелый софт. Так вот, эти ребята изначально, когда еще компьютеры были с кругами, там перфолента была 1.0.0.0.1, соответственно, они для себя выбрали стратегии собирать и структурировать софты. Миллиарды человек и часов программирования. Миллиарды. Скажем, если сейчас Яндекс захочет быть или Сбербанк захочет быть такой компанией, то им нужно лет 50. Чтобы догнать тех. Соответственно, те, кто имеют доступ к этим трем компаниям и понимают, как с ними работать, санкции, шманкции, это другое. Но если вы с ними дружите, у вас есть хорошие шансы. Если вы с ними не дружите, то у вас плохие шансы. Можете уточнить? Это компании, которые собирали информацию о человечестве? Нет, это софт, так называемый. Когда было программирование вообще, в принципе, программы софты все. То есть, все программы, созданные человечеством? Типа того. Ого. Да, типа того. И они их скупали, поглощали. Это было слияние поглощения, причем константное, с 60-х годов. Поэтому то, что мы сейчас имеем, этому история, 70 лет этой истории. Соответственно, посмотрим, что будет дальше. Но если с ними дружить и находить какой-то общий язык, а это просто коммерческие дела, то, в принципе, можно рассчитывать на то, что вы получите доступ к цифровым порталам. Не мирам, а порталам. Вы переходите в другое измерение, по сути. То есть, получается, искусственный интеллект, он живет там? Да. Искусственный интеллект – это набор программ, которые, скажем так, на данный момент это анализ Big Data. То есть, у вас есть программы, которые анализируют большие массивы параметров цифровых. Соответственно, скорость анализа этих массивов связана с количеством серверов, с мощностью и так далее. Но, в конце концов, вы получаете результат очень быстро и тот результат, который вы хотите. Вопрос целеполагания всегда стоит. Какой результат вы хотите? И сейчас главный вообще, если хочешь, сейчас я скажу, как это, цивилизационный вопрос вообще такой, да, жизни, даже не знаю слова, как сказать, цивилизационный вопрос. Это как правильно поставить финальную задачу искусственному интеллекту? Финальную задачу, да. То есть, вот какую цель, целеполагание или как, что он должен сделать? В конце. То есть, куда мы его ведем? Да, вот что есть цель. То есть, пока мы еще его ведем, да? То есть, не как в Терминаторе 2. Да, 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 пока еще так. Но мы сейчас на этапе программирования этой системы. И она программируется из маленьких частей. То есть, это, по большому счету, тоже нетворк умных решений. Ну, например, Сбербанк взять. Сейчас кредиты выдаются роботам. Фабрика, да. Роботам. И если вы, например, ну, скажем так, мать с четырьмя детьми, разведенка, то вряд ли вы получите кредит у Сбербанка по простой причине, что nothing personal, just business. То есть, вот это будет наш звонок, ваш звонок очень важен для нас. Да, да, да. Вот что это будет. И тут получается такая штука, что из таких микропрограммок собирается нетворк, когда программки взаимодополняют друг друга. А потом эти программки начинают совместно принимать решения. И тут получается вот что. Мы на это вышли, когда программировали систему беспилотников, которые летают стаей. Когда стая беспилотников летит, это называется коллективное бессознательное. Когда стая птиц, вот они же мгновенно реагируют. Да, они мгновенно реагируют. Беспилотники тоже так же. И теперь ситуация какая. Представьте себе, что один беспилотник, вот какой-нибудь вот такой, да, он имеет, например, там, мегабайт памяти. Но этого мало для того, чтобы принимать решение, куда лететь. Соответственно, когда у вас сто таких, у вас сто мегабайт памяти, это единая система, которая начинает функционировать. Они начинают думать, они начинают ориентироваться, что есть их цель и куда они летят. Соответственно, как только они начинают вот так вот передвигаться, друг за дружкой вот таким вот образом, то получается коллективное бессознательное определение цели. Это, ну, как муравьи, как пчёлы, как птицы. Это природные, это рыбы, то есть в объёме передвигаются. Никто же не может объяснить, какими сигналами они работают. Да, да, да. Это вот как раз очень интересно. И мы начали разрабатывать алгоритмы этих движений, математические алгоритмы. Оказывается, для беспилотников это три математические формулы. Это расстояние от меня до тебя, расстояние от меня до Земли и расстояние от меня до Питера, например. То есть какая-то точка, куда я лечу. Базовый аэродром какой-то. Да, что есть цель. До цели, назовём так. Поэтому расстояние от меня до соседа и 2-го, 4-го, 17-го даже. И всё там, три координаты, допустим. Да, шесть соседей, например, и до Земли, и до цели. И когда эти формулы сходятся в единую систему, то это и есть, собственно, алгоритм передвижения стаи. Круто. Что ждёт обычного человека? Ну, не знаю, который… С чего ты начинаешь свою знакомство с искусственным интеллектом? Можно ли как-то его взять и сейчас… Ну, вот, как сказать, знаешь, оказаться в нужное время, нужное время, чтобы… Ну, купить умный холодильник. Свою карьеру там построить, там, использовать его в бизнесе, опередить конкурентов. Ну, наоборот. Или сделать что-то хорошее для людей, там, ну, как-то вот, если не про коммерческие цели. Что можно, вот, как можно, вот, где, вот, с чего начать? Ну, сейчас первая фаза искусственного интеллекта – это анализ больших данных, собственно говоря. И на уровне этой первой фазы, ну, скажем так, сейчас все хотят быстро стать богатым и знаменитым. Это да. Это прямо хайп такой, да. Что для этого нужно? Для этого нужно какую-то суперидею. И вот недавно, например, мне жена рассказала про суперидею каких-то ребят, которые придумали делать бесплатную базу данных по медицинским анализам. Круто. Почему бесплатную, почему базу данных по медицинскому анализам? Да, вот представь себе, что медицинский анализ, это когда вот идешь туда, ты получаешь листочек, да, на котором написано, вот у вас, например, да, сахара в крови столько, та-та-та-та-та-та-та. По сути, это ваше состояние здоровья на данный момент. На сегодняшний момент, да. Следующий день, ты тоже такую бумажку получаешь, но ты получаешь это в бумажном носителе. И у тебя нет вот этого сравнения. Да, но в этом компьютере остались твои, да, по сути, это твоя матрица. Если ты ходишь туда регулярно, то по идее, да. Да, а теперь представь себе, что это все люди. Какая это база для фармакомпаний? Космос. Космос, да. И вот это все. А Бигдату, получается, продают вот эти вот ребята из вот этих гемотестов и всех остальных. Так точно. Получается, тогда кто-то случайно стал владельцем Бигдаты. Яндекс, там, гемотест. Не случайно, Сбербанк, например. Ну да, ну когда-то, нет, изначально же вряд ли гемотест думал о том, что он будет продавать базу анализов. Но он и не продает пока. Ну пока, вопрос же времени и доступа. И это не гемотест. И, скорее всего, это будет другая система. Но я просто о том, что если вы хотите делать стартап, стать богатым, знаменитым, то вот примерно... Бигдата. Туда надо смотреть. Да, например, это вот такой ход. Следующая история, которая просто сейчас висит на кончике языка, да, и вот на кончике пальцев. Это мега-компания по образованию. Потому что во всем мире кризис образования колоссальный. Мы не успеваем образовываться с такой скоростью, с которой идет рост цифровых носителей и цифровых источников. Соответственно, сейчас будет изменяться концепция образования сильно. К сожалению, в нашей стране, вот я вернулся в нашу страну в 2007 году, с этого времени за 12 лет поменялось 6 министров образования. То есть за 12 лет вот у вас есть 2 года на то, чтобы изменить систему образования, или поправить ее, или сделать ее лучше, или вернуть все назад. Но ни у одного не хватает времени, потому что меняется команда, а с ней вместе меняются и ранее достигнутые договоренности. Это вообще проблема, когда меняется команда, интересы человека меняются. У нас в стране много таких мест, где меняется Министерство экономического развития, Ракетно-космическая корпорация, много других авиационных компаний и так далее. Я не буду сейчас перечислять, потому что это грустный список, но дело в том, что образование сейчас будет коренным, скажем, индикатором, насколько ваша страна останется на свалке истории. Слушай, знаешь, я вот прям в данную секунду подумал о том, что вот есть понятие, ну как бы обычного образования нашего, да, государственного, там школы и все остальное. А люди параллельно создают свои системы образования. Можно по-разному относиться к людям, которые там инфобизнесмены или все что угодно, да, но ведь они же являются неким драйвером онлайн-школы всякие там. И да, пусть это кажется кому-то там неправильно, но это, с другой стороны, заполняет тот вакуум, и люди быстро имеют возможность получить ту необходимую информацию. Ключ в системе B2C, так, бизнес-то-клайент, так называемая. Значит, дело в том, что все, что бизнес-то-клайент, опирается на личный кошелек. Если есть личный кошелек, вы попали в счастье, как говорится, вы попали в Wonderland, как говорится, на страну чудес. Если вы B2B, то это, скорее всего, будет, ну, такая сложная какая-то система взаимодействия. А если вы B2G, то вас ждут в России этой бани, икра красная, и, ну, скажем, там какие-то правильные, извините, туры или еще что-то. Вот, поэтому B2C очень интересная штука, очень сложная штука, потому что вы боретесь за душу кошелька, частного кошелька. Отдельно взятого человека. А особенно, когда это касается детей, и так вы боретесь за душу родителя, который должен вам поверить просто на все сто. А если родитель верит вам, все, это высший уровень, это как к доктору ходить, да, то есть, как говорится, к гинекологу или еще. Поэтому ситуация какая, что дитятку родную никто не отдаст злые лапы какого-нибудь мошенника, если он не Остап Бендер. Так вот, ситуация какая, что если вы получили душу родителя и его кошелек, все, это золотое дно. Так вот, те системы, о которых вы говорите, когда бизнесмены вкладывают в Летово, например, школу, или там, например, школу Грефа, или школа Примаковская гимназия и так далее, да, это как раз выигрыш душ родителей с большими деньгами или с большим влиянием, вот, или вообще без этого, да, то есть, как, например, Примаковская гимназия, как ходят слухи, да, это опять же такая, скажем, голубинная почта, что даже деньги не влияют на прием ребенка. То есть, только уровень ребенка. Если тут, вот, когда искусственный интеллект придет в образование, что произойдет? Он уже есть там, да, то есть, по сути, вы, имея телефон на столе, вы получаете доступ к колоссальному количеству информации. Понятно, что в Википедии вы можете верить или не верить, но энциклопедия там тоже есть, и есть последние данные оттуда, оттуда, оттуда. Единственное мерило, которое, скажем так, вы должны иметь ребенок, или вы должны иметь мегафильтр, который понимает, что вас там троллят, да, или еще что-то. Вот, как раз в выстраивании фильтров есть суперкомпетенция будущего. Если вы имеете доступ к общей сети знаний, но вы умеете фильтровать базар, то тогда у вас получается доступ к колоссальному ресурсу, который позволяет вам быть лучше других. Теперь другой вопрос. Зачем вам быть лучше других, и насколько это вам дает, ну, как бы, шансы, да? Вы можете инструментами этими пользоваться очень эффективно, например, Ольга Бузова. Удивительный пример. Притом, ты знаешь, можно как угодно к ней относиться, но результат ее колоссальный. Есть Собчак, а есть Бузова, например, в нашем случае. А есть еще Кардашьян. Чё? Да, то есть, как говорится, вот у нее есть, извините, задница, да, то есть вот на этой заднице построена все, вся империя. А есть Ольга Бузова, которая трудом, да, вот полоссальным пахотой. Ну, да. И вот примеры. Как нам оттуда вытаскивать для себя смысл из этих вот классных примеров, да? Ведь это же можно... Если Ольга Бузова откроет школу... Да, то я думаю, что все, вопросы... При всем, при всем моем таком скептическом отношении, да, то есть дама так с, ну, на мой взгляд, без вкуса, но с видением. Видение есть, да. Вот. Поэтому, скажем так, я думаю, что если дети или родители, скорее всего, будут ориентироваться вот в этой сфере, то у них больше шансов, чем у других родителей. Есть еще очень интересная вещь, называется конкуренция, да, мировая. Дело в том, что мы находимся в мировой среде, мы не только в России живем, мы живем в мире. Россия стала частью мира. Ну, может быть, там где-то есть какие-то санкции, шмакции, но это не очень важно, потому что ребенок может выбрать, например, между школой, там, номер 56, вот которая здесь недалеко, или, например, Stanford University, как говорится. Виртуал-корнер, да, например, мы спокойно там учиться. И если вы можете выбирать в мировом образовании, да, то у вас есть возможность выбирать в мировом трудоустройстве. Вы можете работать на Боинге, или, например, в Apple, или, например, играть, как Овечкин, в Вашингтон-Хиллс, там, я не знаю, как оно называется. Открыты двери, открыты двери. Итак, вы что выбираете? Вы выбираете оставаться на районе, например, там, в Тагиле, да, или вы выбираете работать там, где вам хочется. Например, на Мальдивских островах с компьютера вы работаете с какой-нибудь мегакомпанией типа Амазон. Выбор за тобой, получается. Да, выбор за тобой, и поэтому дети могут ориентироваться и выбирать для себя ту точку, которую они хотят в этом мире. Если они когда-нибудь там были, хотя бы что-нибудь о ней знают. Слушай, это классно. Вот мы с тобой вроде начали с искусственного интеллекта, да, и пришли к детям, потому что дети – это те будущие пользователи этого искусственного интеллекта, и на нас сейчас есть как бы… Это будет их лучший друг. Да, и это будет как наша сейчас ответственность, и, с другой стороны, как бы наша возможность. Вот, например, там, да, я приведу про своего сына, он… Пытаешься ему рассказать, а ему всё равно тянет Sony PlayStation, погонять там. Во всём мире они играют в какую-то игну, стрелялку, и для него это гораздо кайфовее, чем сидеть, читать книжку, там, про то, что-нибудь там, как бы, что-то научиться. Андрей Курпатов на «Завтраке Сбербанка» в Давосе как раз раскрыл эту тему, как работают импульсы мозга. Это как раз вот почитаете, посмотрите. Спасибо. «Завтрак Сбербанка» в Давосе, 15 минут на YouTube. Итак, у вас есть толстая статья про очень-очень важное открытие, да, и «Задница Кардашьян». Вот две картинки. Всё понятно, куда мы будем смотреть, потому что мозгу удобнее, он тратит меньше энергии, ему эффективнее. То есть, нужно разбираться в устройстве головного мозга, чтобы быть… Этим пользуется медиакомпания. Да, чтобы быть успешными в бизнесе. Да, идёт, скажем так, упрощение и примитивизация контента. Когда идёт такое явление, то у нас начинается цифровой аутизм. И как раз вот цифровая гигиена для ребёнка, то есть, вот вы говорите, в Sony PlayStation идёт. Ну, пусть идёт, в конце концов, но тогда нужно выбирать не стрелялки, а нужно выбирать… Аркады, стратегии. Эдютеймент. Эдютеймент, да. Эдютеймент, то есть, это education плюс entertainment. То есть, в Sony PlayStation есть entertainment, а какой там эдютеймент будет? Не танчики. Это явно, да. Но это, наверное, что-то построить, например, там, или, ну, если хотите, монополия, да, то есть, игра монополия только в цифре. Вот, то есть, это цифровые форматы для смешариков, например, или там обучение, как разжечь костёр, там, или ещё что-то. Какие-то практические навыки, которые он мог бы потом попробовать в аналоговом мире. Мы вчера, когда разговаривали, мне очень запомнилась фраза, что можно всё смоделировать в 3D. Да. Но, чтобы принять решение, людям хочется всё-таки потрогать. Да. Вот, как мы сможем перейти от вот этого желания тактильности, визуальности, к тому вот этому полному погружению в реальность? Сейчас это уже происходит. К сожалению, у тебя не было вчера времени зайти ко мне и посмотреть виртуальную реальность. И сегодня ещё буду у тебя. Да, вот смотри, виртуальная реальность, ты когда туда зайдёшь, мы сейчас, это только начальные фазы, но они уже настолько реальны, что люди начинают не понимать, как это может быть. Это раз. Второе, появляются инструменты типа перчаток. Ну, скажем так, вот сейчас физически я касаюсь этого мира в пяти точках. Значит, две точки, это мои ноги, на полу стоят задница, спина, и если я что-то трогаю, 6 точек, всё. Остальное всё виртуальное. Ну, да, кстати, да. Остальное всё виртуальное. Так вот, если я везде в этих точках поставлю какие-то элементы, датчики, которые будут тебя тепло трогать, или там ты как будто бы, да, трава, или ощущения. Всё, да? Да, и чуть-чуть запаха. Вот у тебя ещё запах, ну, глаза-то уже всё, это уже виртуальные вещи. И ветер чуть-чуть. Вот всё, что нужно. На самом деле нужно 6 параметров, которые будут тебя приземлять в аналоговый мир. Мы это пробовали в 2003 году, минуточку, да, то есть, когда это было? Почти 20 лет назад с Тойотой. И мы делали смешанную реальность, когда мы запускали такие, ну, примитивные на тот момент, примитивные такие симуляторы, которые позволяли нам, например, не строить интерьер автомобиля. Ну, я интерьерщик, да, я попробовал немножко психануть. Что я сделал? Я одел шлем. В этом шлеме мы с компанией Densos японской сформировали, ну, искусственную реальность. Это, кстати, был тот шлем, который один из самых первых Densos. Они же создали этот шлем. Да, это мы делали. Поэтому, когда мы это сделали, у нас оказалась очень странная вещь. Мы на автосалоне, на стенде Тойота в Женеве. С этой стороны Fiat всегда, а прямо перед нами Renault всегда. И, соответственно, мы поставили автомобиль, он назывался MTRC, ну, как японцы любят называть такими аббревиатурами. И в этом автомобиле был этот шлем. Поэтому пригласили на стенд директора Volkswagen. На тот, это был Фердинанд Пёх, который Volkswagen очень сильно вытащил. И его пригласили туда. Значит, сам Тойота пошел на стенд Volkswagen и говорит, пойдем, я тебе кое-что покажу. И тут, конечно, ух, так интересно, японцы что-то сейчас покажут. Он приходит, одевает этот шлем. Что мы сделали? Со всех сторон тот же самый Женевский автосалон. Но вместо Renault космический корабль стоит. То есть Renault стенд, в настоящем мире это Renault стенд, а вот в этом шлеме все то же самое. Те же девочки, тот же Fiat, та же Toyota, все то же самое. Но вот здесь перед тобой стоит космический корабль, и инопланетяне его чинят. Он надел, он сначала не понял. Причем вы поворачиваетесь, тут у вас, значит, лестница, здесь у вас Fiat, здесь у вас космический корабль. И вот это его страшно поразило. Он снял шлем, встал и сказал, мы проиграли. И ушел. Круто. Да. А это значит, что мы сейчас начинаем, это было 20 лет назад. То есть 20 лет у нас уже ушло. Да, 20 лет уже ушло на создание этих систем. Если вы сейчас в Японии зайдете в секс-шоп, вы сильно удивитесь. Это не такой, как у нас здесь аналоговый. Это абсолютно виртуальное путешествие с Анжелиной Джоли в пиратов Карибского моря. Да, и вы можете не вернуться оттуда еще. Есть такой прием в архитектуре. Так вот, ситуация какая, что сейчас есть уже симуляторы перчатки, симуляторы на голову, с ветром, со слезами, со всеми делами. То есть симуляторы на все точки, которые вы касаетесь аналогового мира, которые позволяют вам ощущать полностью мир. Сегодня зайдешь ко мне и тебе кое-что покажу. К чему все это приведет? Есть ли риски для нас, для обычных людей? Абсолютно есть. Но, скажем, риски есть всегда. Вас КамАЗ может сбить на улице. Это да. Вот, но риск такой, что вы можете не вернуться из воображаемого и желанного вами мира в наш аналоговый мир. Вот, ты знаешь, вот это для меня, как бы я вот, ты прямо сказал, мне же видишь, я же дыхание как бы сперло. Почему говорю? Вот сейчас какой шанс у человека? Да, понятно, можно заглушить боль алкоголем, да? Но есть какой-то шанс, что человека можно вытащить. Там какой-то тренинг, психологическая группа, его кто-то на работе поддержит и все остальное. Но когда у него появится возможность удаленной работы, где у него не будет трудового коллектива, где он уехал от родителей, живет там в каком-то там, может быть, не знаю, хостеле, каком-то достаточно качественном по новым вещам, и он заныривает в этот шлем, где он снимает, у него нет ни машины, ни квартиры там, ни девушки. А я так понимаю, все эти штуки, они позволят получать полную имитацию любых отношений. То тогда вопрос, зачем будет нужна наша реальность? Не нужна. Так вот это как раз и сейчас появилось в Японии. Я про Японию постоянно говорю, потому что они достаточно, я бы сказал, наиболее продвинутые вот в этих всех странных ситуациях. Все это связано с перенаселением территории. И люди могут побыть сами с собой наедине только в туалете или в виртуальном мире. И так появилось новое поколение, называется Хикико Мори. Это люди, которые не выходят из дома вообще. Вообще не выходят из дома. Им идет доставка. Ну да, все же сейчас привозят. Да, 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 все. Собственно говоря, они не выходят из дома вообще. Есть уже жилища Хикико Мори, это такие гнезда, где люди живут, там у них вот компьютеры по периметру, да, и они вот в этих шлемах, они сидят, и вот так вот, ну, матрица. Мультик этот, как-то, Валли. Валли. Да, помнишь, они там лежат. Но это уже, скажем так, это, если хочешь, это курорт Хикико Мори. Ага. Вот, а это курорт. А жилье Хикико Мори, это такое гнездо, которое очень похоже на фильм «Матрица», где вот Нео лежит на каком-то там очень удобном и массажирующем его тренажере, чтобы он не, ну, скажем так, как космонавт. Вот, это очень интересно и очень странно, потому что если сознание уходит в нетворк таких игр... А его удержать-то нельзя? Его найти нельзя. Найти нельзя. В сетке. И получается, что у вас лежит ребёнок под капельницей, потому что он самостоятельно не может больше питаться. Он уходит вот в этот виртуальный мир. Это страшная штука, непонятно, непонятно, что с этим делать. Это новое явление. Вот, поэтому это риск. С другой стороны, мы создаём миры, ну, например, те же танчики белорусские взять, да, то есть, если внимательно присмотреться, там и пыль есть на них, там и бычки лежат, там недокуренные танкистов, там и так далее. Настолько крутые... Опять же, я тебя приглашаю сегодня посмотреть, что мы-то там натворили в своём виртуальном мире. Просто интересно, да, это, ну, скажем, мы шалим пока, да, но это начальная фаза. Что будет дальше, это будет вообще чума. А что сдерживает? Вот, что сдерживает от того, чтобы новые... А они скоро придут? Да, это нужны просто очень большие мощности. Дело в том, что, вот, например, в моём случае, что меня сдерживает? Компактность компьютера. Мне нужно его перевозить, например, в Сочи, чтобы сделать презентацию для руководителей страны. Презентацию, например, там, завода на Ямале, предположим, да, чтобы ты мог походить по заводу, посмотреть, какого размера это будет, да, как подойдёт танкер, там, ну, или там что-то ещё. Это всё можно сделать. Другое дело, что не нужно вкладывать огромный денег, чтобы его построить аналогово, да, то есть, вот. Поэтому цифровой такой завод, он даёт возможность все вопросы... Отрегулировать. Да, отрегулировать на начальном этапе, на берегу, как говорится. Вот. Если ты едешь, например, в Сочи, там, форум какой-то идёт, тебе нужен, ну, рюкзак, в котором будет лежать компьютер. Зная политику компании Победа, ты понимаешь, что рюкзак должен быть вот такого размера, да, и не больше. Значит, компьютер, который, вычислительные мощности, которые позволяют тебе построить такой мегазавод, должен быть достаточно компактный. А значит, он адски дорогой, и он не очень тяжёлый. Или должна быть возможность подключения к таким компьютерам через интернет. Ну, тогда ты должен иметь мега-сервер где-нибудь на том же Ямале, да, охлаждаемый, да, и к нему нужно иметь облако. Это я пока не умею. Вот. Но, в принципе, возможно. То есть, если подводить итог, 40 минут пролетели просто вот как одна секунда, искусственный интеллект придёт. Он уже есть. Вот, он уже есть. Есть крупнейшие компании, которые всё это время готовились к его приходу. Их, они не светятся, это не самые публичные, но к ним можно достучаться. Каждый из нас, так или иначе, уже начинает потихоньку взаимодействовать с искусственным интеллектом через какие-то примитивные пока вещи. Там, Siri, компьютер, там, тот же там, навигатор, когда ты ему что-то говоришь, там, да. Но это лишь всё просто пробы-пера. Если всё это ведёт к тому, что, так или иначе, цифровизация закроет все моменты, и человеку нужно будет либо абсолютно точно, чтобы быть успешным, быть в тренде этой цифровизации, работать с бигдатой, либо попытаться остаться в той состоянии human-to-human, где пока компьютер не может провести стратегическую сессию, например. Например, там, да. Одеяло тянешь, да. Да, 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 да. Например. То есть, надо выбрать себе, кем ты будешь в ближайшие 20 лет. Это как раз вот к персональной стратегии человека, как ты говоришь. Надо заглянуть через 50 лет, что может быть. Самое интересное, что главной валютой будущего будет эмоциональный капитал. Эмоциональный капитал – это производный эмоционального интеллекта? Да, это, знаете как, это эмоция, то, что пока является тайной. Софт-скиллы, да, вот эти? Да, софт-скиллы. Это софт-скиллы и возможность общения не только с аналоговым миром, но и с цифровым миром. И вот переходничок между аналоговым и цифровым миром, да, коннектор такой, вот это будет очень интересное будущее молодёжи. Супер. Тогда, друзья, вот не зря же ещё в каком-то довозке форума публиковал 10 наиболее важных ключевых факторов, которые помогут нам в будущем. А это все софт-скиллы. И, по сути, вот сегодня мы считаем, что харды, они придут, их можно будет как-то качнуть, наверное, да, как в той же матрице, дайте мне срочную инструкцию по вертолёту. А вот софт-скиллы, научение, распознавание эмоций, интерпретация, умение общаться – это будет основа будущего. И если ты знаешь и цифровые технологии, с одной стороны, и софт-скиллы, у тебя есть шанс в этом мире быть ценным. Ещё лучше иметь чип, который подключает тебя ко всему этому разуму, потому что тогда ты будешь богом. Большое тебе спасибо. Это было очень интересно. Владимир Пирожков, я как бы сказал, вот я хочется мне тебя назвать, знаешь, каким-то там гуру всё-таки российского, вот российского промышленного дизайна, основателя, может быть, такого трендсеттера, который, может быть, я надеюсь, рано или поздно вытащит вот эту всю тему промышленного дизайна. И мы будем радоваться. Я честно говорю, я же с Комсомольской на море. Я когда, я там прожил 30 лет, я родился в Советской Гаммани и приехал туда. И когда я сажусь в сухой суперджет, я летаю очень часто, я люблю свой город, но я знаю, кто там живёт. И вот эти руки, которые собирают, я надеюсь, они были трезвыми, когда его собирали. И всё равно, после того, как ты летишь даже в стареньком Боинге, в нём лететь приятнее. Хочется, чтобы в наших вот суперджетах, не знаю, в наших машинах, тем, кому они нужны, вот всё, что-то было наше. Но у нас будет космический корабль, который американцы уже называют иномаркой. О, классно. И спасибо тебе за то, что ты двигаешь вот эти штуки. И за то, что когда-то ты сидел и клеил на этот суперджет эти свои наклейки, чтобы показать миру, что он был. И всё равно, это как бы какая-то часть гордости за нашу родину, за нашу страну. И спасибо тебе, что ты живешь здесь и работаешь для России. Спасибо. Пока.